11 декабря в Гродно матчем с местным коммунальником ГРГУ начала свой путь за вторым по значимости трофеем республиканского клубного волейбола «Наша жемчужина» по лесу. Вообще, турнир Кубок страны в какой-то степени является заколдованным для «Жемчужины» волейбольной команды. Она добиралась только до финального матча, и понятно, что сейчас есть главная команда «Менчанка», которая представляет собой, по сути, один из вариантов национальной сборной. Но все же повторение лучшего достижения в истории, участие в главном матче за Кубок, болельщики его ждут от своей родной и любимой женской профессиональной дружины Мозорского нефтепроводающего завода в 2021 году. Но для начала нужно попасть в финал четырех, который 23-24 декабря примет Могилев. И преграда, так сказать, на пути к этому гродненский коммунальный ГРГУ на стадии 1-4 финала. Она началась в Гродно в спортивном комплексе университета имени Франциска Скорины. Коммунальник, с которым «Жемчужина» полесь уже встречалась в нынешнем сезоне в рамках чемпионата страны, переживает период своего обновления. Ставка сделана на молодых игроков, и лишь две опытные спортсменки сейчас украшают состав этой команды. Капитан Анжела Швайковская и пасующая Анна Жаафар. Ранее известная как Капко именно Анна вела игру «Жемчужина» полесья в золотом длинном сезоне 2015 года. С тех пор класс уже «Жаафар» не снизился, и было удивительно, что в физкультурно-оздоровительном центре полесья арены в первом круге чемпионата видеть Анну в резерве. Что здесь в спортивном комплексе Гродненского университета наблюдать 12 номера коммунальника в роли второй распасовщицы. Ну что же, это стратегия Станислава Тадеушевича Лисовского, главного тренера городничанок с нынешнего сезона. И если говорить о матче в целом, то по сравнению с поединком в Мозре был достигнут определенный прогресс волейболистками из Горна над Неманом. Ими была взята одна партия, но мы несколько забежали вперед. Ведь начинал матч стартовый сет, который сразу повела наша команда. 8-2, 16-10 счет отлично отражал характер матча. И пусть хозяйки первого четвертьфинального поединка Кубка Республики Беларусь сражались изо всех сил, «Жемчужина» полесья выглядела как команда выше класса. Это, кстати, порой расслабляет чувство собственного превосходства. Оно, кажется, посетило нашу дружину, несколько ослабившую хватку, и позволившую соперницам несколько сократить разницу в счете 21-17 к третьей отметке в партии. Да, отметим возвращение в строй Виктории Пашкевич. Она пусть выходила на площадку эпизодически, но, во-первых, сам факт наличия. Еще одной опытной центральной блокирующей передавал уверенности команде ее болельщикам, которые, кстати, приехали и в Гродно. А, во-вторых, те минуты, когда Вика выходила в игру, она выполняла поставленную перед ней задачу нашим тренинским штабом. Вместо Вики вместе с Жанной Голодко за игру у сетки в центре поля отвечала Екатерина Деева, которая прогрессирует, и пусть это еще не уровень Пашкевич, но Катя может со временем завоевать себе постоянное место в основном составе своей родной волейбольной дружины. Кстати, именно Деева своим результативным блоком подвела черту под первой партией 25-21 в пользу «Жемчужины» Полесья, которая повела в этом матче. Во второй партии коммунальный Горгу стартовал гораздо лучше. Гродинские волейболисты имели преимущество долгое время в этой партии 8-6, 16-14, но наша команда, допуская в некоторых моментах совсем необязательные ошибки, потихонечку, помаленечку начала доставать соперника, и к третьей с этой отметки уже наша волейбольная дружина вела 21-18. Здесь стоит отметить ударный игровой отрезок в исполнении подопечных Михаил Михайлович Коваленко, 7-2 и поддержку, которую наши игроки оказывали друг другу, а ведь это злок успеха, взаимовыручка, и победив в завершающем сет отрезке 4-2, наша команда оставила за собой и всю партию 25-20, 2-0. Что любопытно, вторую партию завершила еще одна наша центральная блокирующая Жанна Голодков, в целом сыгравшая превосходно. 12 очков, 3 блока, стабильная, сильная игра, браво. До общей победы в матче в «Жемчужной Полесье» оставался всего один победный сет, и, видимо, некоторые, наши волейболистки, уверовав в победу, несколько потеряли концентрацию, чем воспользовались подопечные Станислав Тадеушевич Лисовского, Диана Кадырова, набравшая в этом матче 18 очков, ее подруга по команде Маргарита Мещанская, на счету которой 16 результативных баллов, 10 очков записали на свой счет у Лены Абрамовича Анжела Швайковская, на счету ее еще 4 блока, прибавим к ним Либера Викторию Костючек и пасующий Юлия Барташевича, и вот тот стержень, вокруг которого строилась победная игра коммунальника Горгу. 8-2, 16-9, третий сет проходил под знаком команды хозяйки площадки, и под радостные, подбадривающие кличи местных волейбольных гурманов. Наши болельщики были несколько задачены подобным изменением победного вектора данной встречи, но к чести жемчужины, которая в этом сайте задействовала молодежь Александру Шаплякову и Яну Гала, гости смогли потянуться к лидеру 21-17, позже и вовсе. Стало минимальное отставание в счете, но на победу в партии коммунальный Горгу в тот день наиграл. В итоге, после отыгрыша от нашего блока капитана Анжелы Швайковской, грудненская волейбольная дружина сократила разницу в матче 1-2, победа в партии 25-22 коммунальника Горгу. Хозяева площадки во главе с своим наставником почувствовали, что может совершиться маленькое спортивное чудо, и они смогут оставить стартовый матч серии за собой, но здесь уже наши лидеры собрались силами, вернулись на тот уровень концентрации, какой и должен быть на протяжении всего матча, и несмотря на отчаянное сопротивление, команда Грудна повели в счете 8-5, 16-13. 19 очков Татьяна Трофимова, которая вновь восхищала волейболом в своем исполнении. 13 очков Ольги Лазицкой и Натальи Дидицкой, которым порой приходилось непросто, но в целом крайне нападающие «Жемчужная Полесья» делали свое дело исправно. Вышеупомянутые Жанна Голодко, Екатерина Деева, Виктория Пашкевич, Диана Васьковская, наша либера лишь третьей партии уступила местной площадке коллегия «Помплуа» Дарьи Сирош. Команда «Жемчужная Полесья» удержала свой перевес в счете, после развила его 21-15, 25-15, отличный финиш и уверенная победа со счетом 3-1. Последний розыгрыш, что символично завершился неточным атакующим ударом хозяек матча, все же не хватило сил у коммунальника ГРГУ на протяжении всей встречи удерживать высокий темп, который позволяет не отставать от «Жемчужной Полесья» нашей любимой команды, успешно начавшей этот турнир Кубок Республики Беларусь. Хотя, быть может, это состязание воспринимается как неотъемлемая часть всего соревновательного сезона. «Нет, Кубок – это отдельное соревнование, и по отдельному настраиваемся, потому что здесь все начинается с нуля, и за каждый мяч, за каждую партию нужно бороться в полную силу». В канун матча Ярославу Трофимову сыну Татьяны исполнился год, и сие события наверняка вдохновило нашу прекрасную собеседницу, которая на каждую игру путешествует вместе с своей семьей, что довольно непростым является, но, несомненно, интересным опытом в спортивной карьере воспитанницы с «Дюшор» «Жемчужной Полесье». «То, что это интересно, это однозначно, вот, стараемся справляться, чтобы нигде не было ущерба, вот, надеюсь, у меня получается». Ответный поединок в Музыре, который состоится 18 декабря, пройдет, не сомневаемся, зрительским аншлагом, а он всегда вдохновляет спортсменов и спортсменок на подвиги. «Конечно, мы ожидаем болельщиков, мы всегда их ждем в нашем зале, и с удовольствием будем слышать их поддержку, чувствовать, мы это всегда очень ценим, так что приходите на волейбол». Нашего капитана Ольгу Лазицку мы попросили прокомментировать причину игрового спада «Жемчужной Полесье» и ее отступление в этом матче от ранее завоеванных позиций и последующего возвращения на победную стезю. «Почему был спад?» хочу сказать, что немного уже расслабились в третьей партии, уже почувствовали, что уже мы можем и не нужно прикладывать к этому усилию, и как оказалось, что так нельзя делать. В четвертой партии мы взялись с самого начала, как будто это была первая партия, довели же дело до конца. Но то, что мы чувствуем себя сильнее или слабее той или иной команды, нет. Все соперники равные, мяч, как говорится, круглый, и он может упасть совершенно по-разному, поэтому мы настраиваемся одинаково на всех соперников». Серия с грудненским коммунальником рассматривается нашей командой как генеральная репетиция в финале четырех, или четвертьфинальные матчи – это барьер, только преодолев который, можно думать о последующих поединках этого турнира. «Это не барьер, это просто мы планово, по шажочкам идем к своей цели, поставленной, поэтому совершенно спокойно. Будь то это была Бгродна или какая-то другая команда, мы бы точно так же работали, стремились бы с своей цели». Хорошую игру показала Жанна Голодкова, центральная блокирующая, никогда не опускающаяся ниже своего довольно высокого уровня мастерства. «Мы сегодня сыграли довольно-таки хорошо. Я считаю, что мы немножко не справились и так, из четвертой зоны, пропустили много в диагональ. Михаил Михайлович провел правильно перерыв, и мы обсудили, что нам сделать, и сделали меньше своих ошибок». Порадовала ли Жанна возвращение в строй ее основной напарницы по центральной линии – Виктория Пашкевич, и как оценивает Галко действия Кати Деевой, еще одной жемчужной центральной блокирующей, заменявшей коллегу Пампла. «Хорошо, что Вика возвращается, потому что двумя центральными довольно-таки сложно играть, а так есть у нас замена, которая всегда выйдет, поможет. Я считаю, что Катюша очень прибавила в этом сезоне. Может быть, где-то над какими-то элементами ей не хватает опыта еще, но я вижу в ней довольно-таки большую перспективу». Еще одна жемчужная резервистка, только амплуа пасующая – Александра Шеплякова. «Кубок, игры интересные, эмоциональные, и каждая команда будет выкладываться по полной программе. Я тоже, когда вышла на площадку, старалась выложить на все 100% и не проиграть ни одного мяча». Наверняка, когда Саша играет вместе с верстницами, то чувствует себя комфортнее. Но вместе с опытными партнершами по команде получается игра более высокого ранга. И вот как на этот вопрос смотрит сама Шеплякова? С кем ей предпочтительнее выходить на площадку? «Все одинаково. Главное, чтобы была всегда поддержка со стороны. И старшие помогут иногда. Молодежь, скажем так, играем каждый сам за себя, и каждый надеется на себя. А старшие могут подстраховать где-то». К молодой плеяде главной жемчужной полесье относится и наша следующая собеседница – талантливая воспитанница с дюшер жемчужной полесьей Нина Галлах, которая прокомментировала первый четвертьфинальный матч Кубка Беларуси и свои игровые действия в нем. «Понравилась атака. Думаю, над остальными элементами, например, блок или защита, надо еще поработать». Чем чаще Галлах и компания выходят на площадку, тем увереннее чувствуют себя наши молодые дарования. «Ну да, увереннее мы себя ощущаем, но все равно еще немного как-то волнительно выходить на площадку, но мы пытаемся помочь девочкам и как-то добавить эмоции». Еще раз отметим болельщиков, приехавших на этот матч в Гродно. И верим, что зрители будут активно поддерживать своих любимец, которые ждут поклонника волейбола в физкультурно-оздоровительном центре Полесья-Арена. «Конечно, мы очень ждем наших болельщиков и верим, что они нам помогут». Есть в составе грудненского коммунальника ГРГУ волейболистка, который будут рады видеть. Полесьские волейбольные гурманы – это Анна Жаафар, несколько сезонов блиставшая в форме жемчужной Полесья, а позже вернувшаяся в свой родной город Гродно и его команду – коммунальный ГРГУ, где наша следующая собеседница сразу стала лидером до нынешнего сезона, в котором Аня, на уделение многих, играет роль второй пасущей команды. «Вот такая моя роль. Я помогаю наигрывать, скажем так, молодежь. Как у нас в этом году был акцент на молодежь. Ну, выхожу, когда трудно, тогда выхожу, помогаю». В концовке третьей партии, когда жемчужная Полесья практически сравнялась, с коммунальником ГРГУ выход Жаафара на площадку позволил, на наш взгляд, довести хозяйка матча с Эдой Победы. А в целом, какой показалась Аня, прошедшая кубковая встреча? «Очень понравились две команды, потому что на кубке все настраиваются очень предельно. Там нет момента для расслабления, поэтому красивая была игра. Все хотели победить. Были очень интересные, долгие, затяжные розыгрыши. И мне кажется, что мы болельщиков очень порадовали игрой». Можно ли ждать сюрприз от коммунального ГРГУ в ответ на матч? «Смогут ли городничанки вновь навязать бой нашей жемчужной Полесье?» «Ну, конечно, можем. Мы дадим бой. Я надеюсь, что игра будет еще интереснее, еще азартнее, красивее. Но по игре посмотрим, чья будет победа». Завершить рассказ о начале четверсинальной серии «Жемчужная Полесья» мы бы хотели комментариям со стороны представителей нашего тренерского штаба. «Кубковые игры – они особенные игры. Корни отличаются от розыгрыша чемпионата. Ну, касательно сегодняшней игры, конечно, довольны сегодняшней игрой. Первую партию начали вообще на ура, вторую тоже. Ну, третья немножко так вот. Ну, выиграли 3-1. Это очень классно. Будем надеяться, в ответ на игре то же самое будет победа». Следующий комментарий от нашего главного тренера Михаила Михайловича Коваленко. «Ну, понятно, что все время кусок дороги ты проезжаешь. Все-таки, когда этот воеждж в Гродно сказывается на второй день, есть там определенные вопросы были у нас и с составом, но начало было неплохое, девчата сделали за дел. Где-то, может быть, нестабильно, где-то, может быть, первые две партии все-таки брака много допускали. Даже невзирая на то, что третью партию мы проиграли, мне вот именно тот переломный момент, что когда провалили начало, а потом потихоньку-потихоньку по очку с заменами сокращали, могли даже выиграть эту партию. Это тоже вот понравилось. Ну, четвертую партию уже, когда, скажем так, понятно, или переводить в тайбрак, или делать результат. Девчонки собрались и выиграли. Но команда Гродно, как всегда, она такая непростая. Где-то кубок – это нервы, кубок – это ответственность. Вот, хотелось бы где-то больше злости игровой, больше такой напористости от нашего коллектива. Кстати, на СРС Михаил Михайлович остался без своих помощников, занимавших Дениса Васильевича Захаревича и Людмилы Александровны капитан. Ну, конечно, с помощниками проще, потому что по ходу матча и контролировать игру, и где-то делать более быстро замены – это проще. Ну, так, к сожалению, так сложилось, поэтому все идут на выздоровление. У кого-то там плановые вопросы, у кого-то, скажем так, несчастный случай, поэтому время придет все восстановиться. Вика уже в работе, подключаем ее в игре, вот где-то она вышла, где надо нам помогла в четвертой партии. Поэтому, скажем, идем вперед, готовимся к следующему матчу. Ну что же, отметив, что в финале четырех уже хозяйки этого турнира коммунальника МГУ и главная команда Минчанка, отметим победу в первом матче Прибужио-Брест над Минчанкой-2 и пригласим всех болельщиков 18 декабря в субботу в физкультурно-оздоровительное центро Полесья-Арена в 16 часов 30 минут начала повторного поединка Жемчужина-Полесья-Мозырь-Коммунальник Горгу-Гродно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»